Ну давай, рассказывай, как ты себя чувствуешь. Как чё? Как себя чувствуешь? Плохо, Денис. Да, я смотрю, смотрю. Очень плохо. Что болит? Всё болит. Ага. Всё болит, Денис. Ага. Уж старый. Ага. Старый Денис. Ясно. Мне тут доложили, что ты ложкой стучала в квартиру татарки. Она тебя доставала. Вот расскажи, чем она тебя доставала. Татарка? Да. Она меня не доставала. Да ты что? Нет, и я не стучала. Нет, просто мать тебе сказала, что стучала. И как я не безобразно стучала, а тихо, спокойно она вышла, и ничего страшного. Нет, а почему ты стучала, собственно говоря? Почему стучала? Да. Денис, я не забыла, но без друга не безобразно. Это понятно, меня интересует, почему ты стучала? А потому что, не знаю, не помню. И ложкой головные. Ага. Мне просто так мать сказала. Света? Да. Мне мать так сказала. И еще... И еще сказала, что это самое. Ну не мне сказала, а по телефону я слышал, как она болтала. Что у тебя там уже могилу в кошках вырыли для тебя. А хранить в четвергке тебя не собираются. Сказали только в кошках. Вот так вот. Представляешь? Это их не строится. Ну а она там как с кем-то, не знаю, то ли с своей подругой, то ли с этой с Четыровки. Ну не с Тамарой, а я... Ну в общем... Каня убывала. Не-не-не-не-не-не-не-не-не-не. Ну в общем с кем-то из Четыровки там беседовала, да. Говорят, и я так слышал, и могилу для тебя вырыли, и короче уже все. И даже памятник надгробной уже практически стоит. Вот так вот-вот. А ты думаешь, зачем мне здесь бабушка? Бабушка, она так спроваживает тебя. Так это... Тебя это самое, она... Да, ну почти. Ну не надо звонить матери, я... Я с Бабниной мерно беседую, видишь, я даже не трогаю. Ну что ты звонишь матери, я с Бабниной мерно беседую. Никого я даже не трогаю, ты отвернулась. И это самое, что... Что еще? А, ну отец в Москве работает, да. Отец в Москве работает. Билет ему обратный мать купила, да. Вон это самое. За шесть тысяч рублей купила, да. Эх, какой дорогой. Да, дорогой-дорогой. Не хочет на плацкатном ехать, хочет только в элитном, в СВ ехать. Ну такой, в фирменном поезде, да. Ну чё ж. Мать денег дает, а чё есть? Ждет мужа домой. Да. И правильно... Ну чё ж делать? А ты чё, слепая? А? Слепая ты, я смотрю. Тебя вижу. Ага, отлично, хорошо. А то ты как Ванга, прям. Как Ванга? Да, слепая. А ты видел Вангу? Не, я по телевизору только живем, нет. Она до меня умерла. До того, как я родился. Ты чё? Я её только по телевизору видел. Хорошо. По телевизору видел. Да, это... Что там... Что там ещё происходит? А, мать постоянно жалуется, жалуется. Говорит, не может уснуть. Я смотрю свои политические программы. А не поздно. Не я так назначаю, чтобы они поздно шли. Их назначают так вот это вот, ну, телевизионные начальники. И я смотрю там важные политические программы. Разбор там Сирии, Украина. А мать, а мать прибегает и говорит, дай поспать! Дай поспать! Ну я, нет, ну я, понимаешь, я вот не громко смотрю, не громко. Но и слышно. Одеваться некуда, потому что они поздно идут. Вот так вот. То есть она мне мешает заниматься важными политическими делами. Ну там, урегулируемыми, урегулируемыми, короче, важными политическими делами Сирии, Украины. Вот так вот. Ей надо поспать. Слушай, ты верь, ты выпьешься? Ну нет, иногда бывает нет. Вот сегодня, да, а так обычно нет. Обычно по 2-3, ну максимум 4 часа сплю. Ты что, я же загруженный специалист, ты что? Загруженный. Да. Зарплату матери отдаешь? Каждый, каждый день просит по 100 рублей. Я даю по 50. А теперь сколько платят? А это я не могу разглашать, даже тебе не могу. А, потому что я не получаю. Да кто сейчас нормальную зарплату получает? Вот ты слышала, короче, в Магаданской области пенсионеры ему надбавку сделали 683 рубля, а он вернул деньги, да, на адрес Медведева, и сказал, что эту надбавку унижает достоинство человека. А почему унижает? Потому что... Ты попишешь, говори. Потому что один килограмм огурец в Магадане стоит 700 рублей, а надбавка 683 рубля, то есть даже ему на одну банку огурцов не хватает. Вот так вот. Вот такой вот наш правительство, вот такой вот наш Путин президент. Тихо, тихо. Да, вот... За Путина работать самому надо, вот если я работала... Но ты работала при советской власти, а при Путине что, и работай, и не работай, и шишка-шиш получишь. Работала я и при Путине. Нет, я, на самом деле, я что-то помню, да, ты, по-моему, огородом занималась на заводе. Нет, я огородами никогда не занималась. Я жили... Железки я таскала по заводу. Всю жизнь, 62 года. В одном заводе, в цехе, в одном цехе, чти. И в одну проходную проходила, 62 года. Нет, подожди, вот к тебе лучше работалось при Путине или при советской власти? Я не различаю, мне будет одинаково, что при Путине, что при советской власти. Вперёд, Денис, вот поверь мне, мне лежат, если я работаю, работу хорошо выполняю, мне начальник ни при чём. Угу, ясно. Ты знаешь, я даже с директором завода сидела. Или вот сменой понесли, мы, не знаю, 10 кирпичей на двоих на носилках. Директор завода подошёл к нам и говорит, ну-ка, снимите вот эти 4 кирпича. Да, да. И тогда же не было лифтов, и мы на носилках, на третий этаж носили дворец Кирова строили, когда мы же... Сейчас, сейчас, минуточку, минуточку. Сейчас мы узнаем, что у бабушки происходит. С кем ты там беседуешь, а? Иди отсюда, давай. С кем беседуешь, с матерью? Иди, не с матерью, иди отсюда. С матерью беседуешь. С кем беседуешь, что ли? Иди отсюда, говорю. С кем беседуешь, что ли? Да я с бабушкой общаюсь. Иди, сядь. Ну, сядь, светло. Сядь, сядь. Да я сядь, сядь. Сядь, сядь. Сядь, сядь. Сядь, как этот петух. Сядь, сядь, путем. Я же вижу, как ты сидишь. Да, хорошо, что у тебя зрение хорошее. Плохое зрение, но вижу тебя, как ты сидишь. На краю кресла. Да нет, нет, что. Да сейчас, вот, что, куда? Да нет, я нормально сижу. Когда я сказала, что сядь, нормально. Сейчас я. Куда пошел? Ты сейчас. Ну ладно, я перезвоню. Давай. Что там? Иди отсюда, говорю. Ну, а чем беседовали-то? О чем беседовали? Ну, а чем беседовали? Да я не снимаю, я не снимаю. Успокойся, я тут минут только снимаю. С бабушкой там надо было срочно побеседовать. Побеседовал? Да. Не слышала, чтобы ты беседовал. Ну, правильно, дверь две были закрыты, конечно. Да не болтай, только сейчас закрыл. Ну, правильно, а когда что-то... Я стою в урон встал. Что еще? Почему я в урон? Когда отец приедет? Я же сказал, 28-го. 20... А сегодня какое? Сегодня... Сегодня 17-е. 17-е. Да. Что же отойдет тебе лофа? Да что это лофа, мать, приходит, постоянно заставляет что-то там убираться, там, то полисочить, то полы мыть, то это самое, то там, это надо ей, как сказать, ей надо не просто чистоту наводить, а ей надо, чтобы прям все сверкало. Вот ты заходишь домой, а она все сверкает, вот так ей надо, вот так вот. Да ладно ты, господи, ты будешь за сверкание мыть. Тебя так-то не заставишь мыть, а ты за сверкание. Ну так вот, что у нас еще за... Смотри, 8 тысяч? Он работал там. Да я не знаю, сколько он в Москве, наверное, больше получает. А мать на дорогу быта, ну. А, я сейчас это самое, чуть-чуть что произошло. В Кремле, в Кремле, короче, это самое, там кадры были, два вертолета, какой-то купы эвакуировали. А в Кремле потом сказали, что это учение. А на самом деле, я думаю, что это отец бункер новый для Путина строит, потому что старый отсырел, вот он и строит новый бункер для Путина, представляешь? Надо твоего отца сожрать. Для Путина другие выстроили. Не, не, новый, новый строит, а потому что старый отсырел. Будут твоего отца ждать. Да что ты сядь, сядь. Ой. Так, чего тебе еще спросить? Чем занимаешься? Ну, политической, политикой, в общем, занимаюсь. Кстати, не так давно был митинг в сквере Родина, ну, это за площадью Кирова, там движение Левый фронт собралось. Эх, вот ты была помоложена, я не как бы пошла. Там за отмену этих самых налогов и за, ну, понижение цен, да. Это по радио передавали, я слышала. Ну, и отлично. Слышал. Ну, хотя бы так. Это вот недавно. Ну, пришел я к тебе не просто так. Пришел я, значит, подвести итоги года. Значит, смотри, какой, какой год. Такой чемпионат мира у нас был, потом это самое, да. Да, 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 да. Ой, весь город в пробках стоял. А, я же тебе, да, вот, давай не итоги года, а просто сейчас я тебе расскажу, да. Парк 60-летия советской власти вырубают, ты знаешь? Парк 60-летия советской власти вырубают. Это около ТЭЦ, около ТЭЦ, ну, вот там, где дальше ТЭЦ, вот вырубают. Вот жители собрались, там собрались эти самые коммунисты, они отстаивают парк, а местная власть говорит, рубить на корню. Вот этот вот мэр Лапушкина, председатель горкома, по-твоему, она, короче, говорит, рубить этот парк на корню. А я ей такое написал, нормально, то есть советская власть построила парк, а вы Единороссии, да потому что она из партии Единая Россия, вы ее рубите, это нормально, скажи? И ты думаешь, дойдет за нее? Конечно, конечно, уже дошло. Дошло? Да. Денис, я не трогала, там кусочек этого жареного мяса, будешь? Не. Ну, отвори пару вещек тебе. Не, я не хочу жрать. Денис, ты что ел? Картошка, света нету, не было дома? Не, я вчера хорошо поел. Ну, то есть сегодня ночью. Так, а что думаешь про парк? Про парк, что думаешь? Про парк? Да, который на 18-м километре находится. Денис, я тебе скажу, я его не знаю, я там ни раз не была. И не знаю, что я тебе могу сказать. Нет, но его вырубают, как-то не была. Ну, может, и не была, конечно. Но это вот это самое, там... Ну, около дяди Вани там вот тыц, и дальше парк идет. Может быть, землю надо было, стадион? Не-не-не-не-не-не, стадион уже построили, нет. Эту парк вырубают, чтобы высотки построить. Высотки? Высотки, много высоток, там же большой парк. Да-да-да, говорили-говорили. Во-во-во. Вот ты поддерживаешь коммунистов, чтобы парк отстоять? Или ты поддерживаешь местную власть, чтобы парк срубить? Меня не послушают, Денисочка. Меня не послушают. Нет, ну там же не то... Там же собрались граждане, они же отстаивают. Вот, я просто хотелось дать твое мнение насчет парка. Ну, насчет жителям, жители рядом. Они будут отстаивать правильно. А ты их поддерживаешь, или ты поддерживаешь местную власть? Меня не спросят, Денисочка. Да что ж такое, тебе бабушку что-ли настроила? Как бабушку вообще? Ну так. А вдруг тебя спросят? Вдруг к тебе придут и спросят? А спросят, я скажу, пусть остается, как есть. А ты как скажешь? Да, конечно, там же я тебе расскажу. Там пришел депутат-коммунист Матвеев такой с этой... Ну, с мигалкой. Ну, не с мигалкой, а с этим мегафоном. Да. И говорят, граждане, собираемся вместе. А пропутинский, про-и-единороссовский Дмитрий... Как же его? Саров? Дмитрий Саров, да. Или как там его на Д. Ну, в общем, Саров это известный журналист, которого сейчас выгнали со скат и говорит, вот, говорит, Матвеев пришел с мегафоном, вот тут он устраивает политический митинг, дескать, не надо. Все это ваше движение, как ты говоришь, сейчас ничего не значит. Пусть там парк застроят. Ну, я ему написал, ну, разве так это можно, да? Да. А еще ты знаешь, проезд в Самаре подорожает с 1 января, да. Вместо 25 рублей станет 28 рублей. Ну, я, я Азарова написал, что вы творите, твою мать, вы повышаете, вы на все повышаете, цены на проезд, будет новый мусорный налог, то есть за мусор теперь обяжут новый налог платить. Ты представляешь, цены на проезд, потом налог, ну, не новый, а налог на добавленную стоимость повышают на 20%. Все повышают, все, цены повышают, все повышают, все повышают с 1 января. А цены и пенсии примерно останутся на таком же уровне. Даже, можно сказать, их понизят. Ну, не понизят, но цены пенсии такие и останутся. А вот все остальное повысится, там, ЖКХ, новый налог на вывоз мусора, цены на проезд, вот. На проезд ЖКХ уже передали, чтобы подорожать. Да, да, да. Вот ты как к этому относишься? Плохо очень я отношусь к этому. Но меня не спросят, я тяжу и молчу. Вот не надо молчать. Ну, ты, правда, уже старенькая, надо ходить на митинги. Надо, и прям, чтобы вот прям до власти дошло. Они гробят свой народ. Я там одному депутату написал, вы, ну, депутату не от Самарской области, а просто депутату Государственной Думы, что вы гробите свой народ. Вы могильщите своего народа. Вот так вот. И за что за него? Я не знаю, я не знаю, не стал отвечать. Не стал отвечать просто. А, ты мне послал или он тебя не ответил? Не, я послал, он мне не ответил. А-а-а. Ну, есть, конечно, парочку депутатов нормальных, но их меньше на стол, к сожалению. Их меньше на стол. И вот, например, наш Леонид Калашников. Ну, наш у нас из Самарской области, ну, так-то из Тольятти. Он постоянно там в программе 60 минут что-то там дельное говорит, но его затыкают, его постоянно затыкают. Ему не дают говорить. Да, да. Ведущий из Кобеева не дает говорить и Попов. Да, это я слушала, а сейчас бросила. Не вчера, не позатывала. А, кстати, да, еще такая новость. С 3 июля надо тебе покупать специальную приставку, а то телевизор не будет работать. Это, извините, я не слышала. Да, да. А почему с 3 июня, или июля, июня, июня? Потому что 3 июня вот такое вот обычное телевидение, ну, которое у тебя вот есть там антенна, телевизор, оно отключается, все, ты больше не будешь смотреть каналы. Потому что все перешли на цифровое. Бабушка знает. У бабушки уже есть приставка. Она ведет себя зажиточная. Зажиточная. Она сейчас зажиточная крестьянка. Можно и так сказать. Чего она выжила, ты более? Ну, у нее приставка есть. У нее, она уже подготовлена. У нее же есть приставка, а у тебя нет приставки. Нет, ну, мне, я не включаю приставку. Ну, ты понимаешь, что с 3 июня все, вот это вот без приставки ты уже не будешь смотреть. Ты будешь включать, а там помехи. Ты это-то представляешь? И там чего? Помехи уже все, уже не будет кажеть. Сказать не буду? Да, с 3 июня. До 3 июня мне надо дожить. Это правильно. А ты скажи, где предпочитают, чтобы тебя хоронили? Тут? В Самаре или в Четыровке? Четыровке. Ну, да, ну, понятно. А с рядом с кем? С родителями? С родителями? Там, да, с родителями. Там мы нашу соседскую, подругу и маленькая родня положили у забора. Будет место. Где найдут, я знаю, что меня сверх земли не оставят. Меня зароют. Где бы, но зароют. Не оставят сверху. Тебя могут так и во дворе зарыть. А где бы не зарыли? Во дворе, говорят, тебя так могут зарыть. Во дворе меня не зароют, я не заслужила. Это правильно, это правильно. У меня стаж, только два года. И я на копах была два раза. Вот. Вот ты расскажи, как там два самолета летели, а ты их подбила. Неправда. А что случилось, что ли? Землю рыла я. А нет, а был какой-нибудь там авианалет фашистов, нет? Нет, нет. Нет. Но окопы помогли, помогли окопы. Ну, в смысле, вот, ну понятно, ты еще не знал, что будет День Победы, там, что мы победим. Но когда ты вырвала окопы, они помогли Красной Армии? Нет. Не то, что помогли. У нас было там, это, как, порох, что ли называется? Ага. Порох. Ага. И мы этот порох... Давай я свет включу. Мы этот порох вокруг, вокруг окопывали. Угу. Вот. Угу. И нам обед привозили каждый раз, это, четырехвидерный бит, ну, молоко будет, в пляге. Обед нам привозили, обед туда, вот, так что, зачем включим? Ну, чтобы видно было. Ага. Ага. Ну, сядь, тогда сядь сам. Угу. Обед... Потом пришли красноармейцы, там, заняли позиции, помогло ли это, или окопы бесхозные остались? А окопы, а, нет, они помогли, они не помогли, а... А, окопы не помогли. Потому что все были спокойные, что это... Отстоим в Самару, ну, тогда Куйбышев. Нет, нет, стоим, там был, как, порох, а еще что-то. Мы его здесь отружили, обрыли, нам даже спасибо за это, сказать. Угу, ну, понятно. И это, как тебе сказать, почет был, маленький, но почет. Так я же спрашиваю, не про это, я спрашиваю, помогли ли окопы твои, которые ты рыла, Красной Армии в бою. Вот какой мой бой был. А тогда войны-то не было, ну, после войны. А-а-а, вон оно, что после войны. А я думал, вам время войны. Здрасте, во время войны. Нет. Ясно. А че, а чем тебя татарка достает-то? Как? Татарка тебя чем-то достает? Вообще, я как-то шел, шел там, в Айшану такой магазин есть, зашел, потом это самое, ну, когда он все покупки сделал, выхожу, ну, там, останавливаюсь около магазина татарского, там, с этими, ну, с пряностями. И тут на меня тоже подозрительно какая-то татарка смотрит, подозрительно, прям вообще. И я думаю, это та татарка, которая вот у тебя живет. А может, и она? Да, да. А она против тебя козни, наверное, строит. Ничего она не строит. Я показала, что. Да то что. Это тебя бабушка убедила. Бабушка же матери рассказывала, как ты ложкой стучала в дверь татарке. Татарке ложкой стучала в дверь. Ну, и че же? Нет, а почему ты стучала в дверь? Я тихо, спокойно. Нет, почему? Почему? Чтоб она вышла. А почему она, зачем тебе она нужна? Позвонили мне. Так. А, надо им. Так. А они отключили замок, этот. Телефон. Да. Но я и... Понятно. По тебе позвонили, сказали, что нужна татарка. И ты к ней вышла. Нет, не татарка. Сапогины. А Валька, конё, у тебя когда последний раз была? Да не знаю, она сказала в пятницу, якобы, вот. Четыре дня назад. А, и бабушки уже не будет. Придёт Валька, а бабушка не будет. Или бабушка тут каждый день? Куда? Ну, бабушка сюда каждый день ходит. Ну. Мы вот выживали одного. Воду сделать. Вода подпекает. Вот. Был бы ты путём, и ты бы сделал... Но я не сантехник. Ну вот. Я про то и говорю. Мы вызвали его. И вот бабушка здесь. Ой. А ты знаешь, как её называли? Как её называли бабушку? Ты знаешь, как называли? В юности. Ну, не ты, естественно. А как её здесь, в Самаре, называли? Знаешь как? Хватит болтать. Бабка Бестолочь называли, да. Это ты назывался. Ну ладно, я называл так. Ещё пару людей. Пять сказала. Хорошо. Какой у тебя командирский голос? Так, сейчас смотри. Отлюбёшь маленько спокойно. Будет... Ну... Не будет. Оно работает там, а... А, я сейчас забыл сказать, вот это вот провокация в Керджинском проливе. Два корабля этих самых ВСУ, ну, вооружённых сил Украины, прорвались через Керджинскую переправу, а мы начали по ним стрелять. Ну, вот сейчас моряков мы держим в заложниках. Сейчас я не слышала. Вот, теперь слушай, слушай. А сейчас на Украине, короче, объявили военное положение, раз. Потом эта самая церковь, церковь, вот, церковь на Украине принадлежала московской патриархии, патриарху Кириллу. Да. А сейчас всё теперь, теперь она стала независимой, а почему? Потому что патриарх Кирилл живёт неправильно, да, у него три Мерседеса личных есть, представляешь, вот так вот. И избрали нового представителя Украинской православной церкви, церкви Епифания, который теперь это самое, правит Украинской церкви. Украиной, да. Да, да. Это я уже слышала давно. Ну как твоё отношение? В Украине церковь должна быть независимая от России или должны быть вместе? Вместе две церкви? Это я не знаю, это их и не дело. Да что ж ты? А твоё какое дело? В храме? Когда последний раз была в храме? Где? В храме была последний раз, когда? В храме? Да. Да, согласно, нет. Нет, нет, меньше. Я часто лежу рядом, тишочком была. Ну когда была? Ну вот, с полгода. Ну вот. О, понятно. Летом я была, вот. Понятно. Ещё что такое-то? Рассказай. Ну, постоянно, несмотря на бабушку, постоянно против тебя козни строят. Постоянно. Они с матерью там шептаются, шептаются. Как бы тебя того и того самого в могилу свести. Хватит, дурачок. Да, всё подтверждается. Залк только, что я не записываю. Так? Да, ладно. Так, ещё что-то, ещё что-то нибудь осталось. А, ну в общем, там по одному маршруту пустили низкопольный автобус, чтобы удобно было для инвалидов. Но они застряли в пробках вот такие вот автобусы. Это вот сейчас около набережной вот спустили новые автобусы. Для инвалидов-то, каляшников, каляшников, чтобы им было удобно. Но они застряли в пробках. И вообще сейчас транспорты очень плохо ходят, люди жалуются. Особенно вот из 18-го километра. И вот снимают с твоего района, с Кировского, несколько автобусов, чтобы туда. Этого тоже не дело, люди жалуются. Ещё новый реагент посыпали. Теперь не песок сыпет, а новый реагент. Ну, очень скользко, представляешь? Ну, вот такие вот дела. Вот такие вот дела.